Я сразу предупрежу, садитесь, что в таком состоянии, настроении, в котором вы находите, обычно люди не слышат ответа, потому что вы очень беспокойны с сознанием у вас сейчас. Добрый вечер, я приехала к Смоку, у нас есть проблемы, мы хотим, чтобы вы посмотрели. Какая проблема? В предыдущем. Ну а вы контролируете ситуацию, то есть вы будете с ним заниматься? Его родители слушают мои лекции? Будем. Будем, вы с ним живёте или... Нет, мама. А мама слушает лекции? Ну а как тогда вы будете? Ну а что, как мы начали, будьте. Ну понимаете, чтобы ребёнка такого, вот у него, у каждого человека могут быть такие проблемы, то есть есть психическое тело. В нём психическое тело очень напряжённое. Есть такое понятие статическое напряжение. На пятом психическом слое у него находится блок и общее статическое напряжение очень сильное в организме. Это значит, что надо два раза в неделю в 28 градусов в бассейне сидеть. Для того, чтобы блок пробить, он неподвижное положение тела в таком возрасте сам делать не будет. Это значит, что надо покупать инверсионный стол. Такое приспособление, когда закрепляются ноги, человек переворачивается кверх ногами и висит. Ему надо научиться висеть 17,5 минут, чтобы очищалось от статического напряжения весь организм. И 3,5 минуты очищается один слой, а там на пятом слое блок. Надо с ним ходить за ручку 4 часа непрерывно, чтобы динамическое напряжение убрать в организм. Вот эти два напряжения создают эту болезнь. И только если примерно год этой практикой заниматься, пробьются блоки психические, и тогда начнётся восстановление психики. Другого способа это делать нет. Да, мы уже понимаем, что я психолог, но не так. Ну вот смотрите, есть психическое тело, да? А оно отвечает за количество энергии в нашем организме. Вот что такое нервная система? Нервные психологи занимаются нервной системой. Нервная система — это функция организма, которая зависит от поступления энергии. Вот, допустим, вы, допустим, ходите в продуктовый магазин. Туда поступает энергия. Энергия означает продукты питания, да? Если продукты питания не поступают, как бы вы не перестанавливаете, не переставляете там в этом магазине полочки, там туда вот это положили, это так, больше продуктов не станет. Они должны поступать туда. Если поступление есть, но оно слабое, то магазин не может функционировать в полной степени. Точно так же человеческий организм. Все системы, органы в организме зависят от энергии, которая в него должна поступать. Эта энергия поступает ниже, потому что есть блоки в психическом теле, то есть препятствия, не дающие возможности эту энергию засасывать в грубое тело. Эти блоки побеждаются только аскезами. Пребывание в воде, неподвижное положение тела, если это невозможно, хотя бы висеть кверх ногами, и длительное движение, 4 часа ходьбы. Если это невозможно, то сидеть в спа, в солевой комнате 50 минут. Но это тоже надо методичку читать. Все это с ребенком надо изучать. Лучше всего взять консультацию в Амрике. У нас есть оздоровитель Амрита, у нас там есть специалисты по очищению организма. Консультацию не взять, они расскажут, как ребенку динамическое статическое напряжение на пятом слое убирать. Надо с ним работать. Я поэтому сразу спросил, кто будет работать? Мама, что будет давать возможность ребенку 70 минут в бассейне сидеть в 28 градусах? Или чтобы он висел кверх ногами 17 с половиной минут? Она это разрешит делать? Нет. Поэтому вы зря тратите мое время и свое. А как нужно записаться? Ну и запишитесь вы, все равно кто будет с ним заниматься. Он уже двоих детей будет. Нет, у нас нет, у нас только онлайн услуги. У нас нет. Это в одном из людей? Да. То есть он тоже дает способ? Ну, только с помощью аскез можно вкачивать энергию в психическое тело и пробивать блоки. Психическое тело не лечится никакими таблетками, никакими спа, никакими массажами. Оно лечится только аскезами. Вот другого способа его включить в работу нет. Поэтому и ни психические заболевания никто лечить не может, ни хронические заболевания, потому что все болезни в нашем теле связаны с нехваткой энергии. Вот, допустим, как взять желудок, допустим, у человека гастрит, да? Ему врачи говорят, ты тупишь, ты как бы неправильно питаешься. Ну, большинство людей тоже так питаются, и у них нет гастрита. Почему у него есть гастрит, а у них нет? Причина очень простая, потому что его желудок ослаблен, в нем не хватает энергии. Энергия поступает слабее. Понятно? И для того, чтобы его вылечить, этот желудок, надо сделать так, чтобы энергия туда поступала нормально. И только после этого желудок будет способен справляться с перегрузками. И нарушение диеты уже не повлияет на него так сильно. Вот в этом заключается знание. И поэтому это касается любых хронических заболеваний. Если человек хочет вылечить хроническое заболевание, ему нужно работать с психическим телом. У нас на сайте torsnov.ru в разделе «Материалы» есть методическое руководство по ЗОЖ. То есть вы рубль заплатите и скачаете его. Там 100 страниц примерно. И надо его прочитать. Когда вы его прочитаете, вы поймете, о чем я сейчас говорю. Для вас сейчас это бред пьяного шизофреника. То есть то, что я сейчас говорю, это такое странное очень рассуждение. Какой-то Олег Геннадьевич, тут какие-то слои психические, какие-то энергии. Какой-то непонятный человек такой. Почитайте, я там объясняю свою концепцию. И она не то, что мне стукнула башка, как бы молния по голове, и я там понял, что есть энергии, и начал их видеть. Я этим занимаюсь всю жизнь. Я знаю точно, о чем я говорю. Есть куча народу, которые прошли этот путь, вылечились от хронических заболеваний или от тяжелых психических расстройств. Благодаря этой методологии, которую вам надо изучить сначала, прежде чем... Но вы должны понять, что самый главный вопрос, который я вам задал, вы мне не ответили. Потому что я вам сам вначале сказал, что ваше психическое состояние сейчас не соответствует тому, чтобы принимать решение. Я вам спросил, кто будет заниматься ребенком. На этот вопрос я не получил ответа. И я вам говорю, что если ребенком заниматься некому, нечего вам сейчас тратить мое время. Вам нужно дать себе рекомендации и почитать. Почитайте, да. А потом будет тратить мое время. Потому что сейчас это бессмысленно. Если никто не занимается ребенком, ребенку помочь невозможно. Потому что нет энергии, нет лечения. Ваши все врачи, которые будут с ним работать, они будут пользоваться тем количеством энергии, которые у него есть. А этого количества недостаточно, чтобы вылечить это заболевание. Здравствуйте, Олег Женнадьевич. Где-то 20-х годов уже слушаю вас. Мужчика боли. Я зовут Валентина. Очень приятно и рады вам утром. Взаимно, взаимно. Я очень рада вас видеть и хотела бы поблагодарить вас за ваши лекции. Они мне очень помогли разобраться с твоей жизнью от А до Я. И хотела бы поинтересоваться у меня. Время идет, мое хорошее. Люди ждут. Вам надо задать вопрос, я должен отвечать. Да, хотела бы задать вопрос по поводу ситуации, которая вот происходит у меня со школой и с сыном, с Александром. Что мне нужно сделать? Принять ситуацию со школой. Я не знаю ситуацию. Сначала объясните, что за ситуация. Мне все время пытались, убеждали, говорили о том, что я сделала ребенку инвалидность. Я говорила, что нет, это не так, это неправда. Я в это не верила. А в чем инвалидность заключается? Почему он стал инвалидом? Нет, я в это не верила, этого не было. А потом, в итоге, у него бывали такие вот вспышки, взрывы, там ни с того ни с сего, в школе, там он почему-то очень, если, например, кто-то посмеется, он подумает, что это на него, и он начинал там импульсивно сядить. Это статическое напряжение. А у меня? У него. У него очень сильное статическое напряжение, нехватка энергии воды. Это лечится точно так же. Два раза в неделю в бассейн, 28 градусов, 70 минут, можно плавать вместе с ним. У вас тоже сильное статическое напряжение, тоже высокая чувствительность в психике. Только это проявляется по-другому. Вы от людей отгораживаетесь и стараетесь больше быть одна. А у него вот в виде взрывов это происходит. И инверсионный стол надо купить и тоже висеть кверх ногами ему. Три с половиной минуты один слой очищается. Надо постепенно довести до 17 с половиной минут. То есть сначала три с половиной минуты пробовать, потом больше, больше. И вот так четыре раза в неделю инверсионный стол. И два раза в неделю вода. Через месяцев 7-8 начнутся изменения в лучшую сторону. Мы уже написали его в АПМ. Больше я не вижу нарушений. Я чувствую вашего ребенка. У него плохой период по статическому напряжению начался полтора года назад. Так. И в это время у него начал формироваться блок на пятом психическом слое, который давал вот эти неадекватные реагирования на ситуации, которые возникали в школе. Плохой период закончится у него через 8 месяцев, 7-8 месяцев. Но даже если он закончится, блок если останется, то психика будет продолжать страдать. И надо этот блок убирать, иначе будет продолжаться то же самое. Так как у других блоков нет, вот у этого ребенка, о котором я до этого говорил, у него два блока на пятом слое одновременно. Статическое и динамическое напряжение. Это дает аутические расстройства. А у вас, у ребенка просто повышенная чувствительность. Волнуется. Думает, что это не больно. У него нет системной какого-то проблемы с психикой. Просто есть психостеническая ситуация, расстройство. И она лечится вот аскезами, вот этими и нацпассейнами связями. А вот у этого ребенка уже системный подход должен быть. Потому что два блока. И здесь нужно уже и статическое напряжение, и динамическое убирать. Если одновременно и то, и другое не делать, то ситуация не изменится. Поэтому, видите, везде все по-разному. Олег Геннадьевич, я хотела бы узнать насчет надежды. Моя хорошая, вот по одному вопросу давайте такой запрос. По одному, да? Вас много. Хорошо. Все хотят спросить. И давайте будем уважать всех, кто вокруг нас находится. Мужчина сзади. Прямо сразу за девушкой. Олег Геннадьевич, я не благодарю. Попал в сложную жизненную ситуацию. Моя деятельность связана с аминстициями. Все было, в принципе, неплохо до конца прошлого года, когда, собственно говоря, я потерял свои сбережения. И сбережения также друга и отца. На какую сумму? Можно я вам сейчас сразу, не касаясь вашей ситуации, всем скажу, свои исследования в этой области. Вот это исследование касается ваших ощущений. Просто Бог нам помогает, но мы не знаем, как. Вот смотрите, есть три вида ощущений, когда вы хотите вложить деньги, взять ипотеку. Вот, допустим, если вы чувствуете, что вам сильно хочется эту квартиру приобрести, она очень классная, вам прямо очень сильно жарит её, взять, допустим, или инвестиции сделать какие-то в какой-то проект, прямо очень сильно хочется, это всё очень круто, это надо делать немедленно, сердце стучит, значит, там находится тяжёлая судьба. И она вам обязательно создаст проблемы. Второй вариант. Есть, как бы, вариант вложить деньги. Психика, желание есть, но оно не сильно. Эта квартира не такая крутая, как вы бы хотели, она похуже, чем вы бы хотели, но она всё равно вам сильно нравится. Выплаты не такие большие, не так долго и не так сильно, как бы это не напрягает вас на полную катушку, там где-то наполовину. Это означает, что вы будете запариваться, но не так сильно. Третий вариант. Вот вам предлагают инвестиции сделать или взять ипотеку. Квартира маленькая, выплачивать несложно, но вас она не вдохновляет, потому что вам хочется гораздо больше. Вот эту квартиру берите, её выплачивайте, у вас не будет никакого запара с ней, вы будете это делать между делом, и ваша жизнь будет идти прекрасно. Просто у вас будет небольшая жилплощадь, но своя. Вот я уверен на 100%, что когда пришла ваша ситуация в жизни, у вас было очень сильное желание, вы горели, подключили кучу народа, и это была ловушка судьбы. Если бы вы действовали по принципу спокойствия в сердце и не так сильно много, и не так сильно сложно, то тогда вы бы никогда не проиграли в этом вопросе инвестиций. Похоже, до этого всегда было именно так. Вы всё спокойным сердцем хоть чуть-чуть вкладывали, не рисковали, а здесь загорелось сердце у вас, и вот это так приходит опасность в жизни. Ну да, совершенно в этом примерно. Просто я совсем не понимаю, что сейчас делать, потому что мысли до суицида и так далее. Я поэтому с вами решил поговорить. Потому что сумма, по-степому, очень крупная. Мои хорошие, я всё понимаю. Всё понимаю. Вот это я сейчас вам всем рассказал, мои хорошие. Вот денежки — это такая опасная штука, понимаете? Вы, когда ипотечку там себе берёте с хорошенькой квартиркой, вы чего не учитываете? Вы не учитываете ситуацию в стране. Она в любой момент может поменяться, и возможность зарабатывать деньги может стать меньше. Это первое, что не учитываю. Вы не учитываете, что у каждого человека по судьбе может прийти через год, через два такой период, когда вы вообще работать не сможете, потому что к здоровью будет ноль. А если вы начнёте работать, вы пойдёте, получите инфаркт и ляжете в больницу от перенапряжения. Вы это не учитываете. Вы думаете, что я 15 лет буду здравствовать, и как бы у меня на работе всё будет стабильно, всё хорошо. Понимаете? Как песня поётся. «У меня всё хорошо, Пальчук, Китай, Тунис, а жизнь, она ведь из сюрпризов, но тот свет мне надо вис. Летят без виса». Понимаете? То есть мы планируем свою жизнь по самому лучшему сценарию, а вот так жить неправильно. Нужно очень скромно относиться к тому, чтобы вкладывать деньги. Скромно. И тогда ты всегда будешь защищён. Небольшую сумму ты сможешь выпить. Но если ты с размахом себе квартирку взял крутую, с размахом всё делаешь, значит, потом придётся плакать горючими слезами. И это почему у меня открытая консультация, чтобы она лечила сердца других людей. Ваша ситуация должна сейчас лечить сердца всех, кто здесь сидит. От чего лечить? От иллюзий. У меня есть семинар, называют «Шесть врагов человека. Послушайте». Первый враг – вожделение. Это то, что поразил мужа, вот заболел муж этим врагом. У женщины она удивляется, как изменился человек. Второй враг – жадность. Третий враг – гнев. Четвёртый враг – иллюзия. И вы попали под иллюзию, под влияние этого врага. Он очень сильно разрушает жизнь человека. Пятый враг – злоба. Этот враг разрушает перспективы жизни человека. Если человек в злобе находится, его перспективы разрушены. Он теряет отношения с людьми, теряет репутацию, постепенно всё теряет. И шестой враг – единственный враг, который к нам за поступки из прошлой жизни приходит. Этот враг называется безумие или психические заболевания, или нарушение развития. Это всё с прошлой жизни. Из-за жестоких поступков, которые мы в прошлом совершали, в этой жизни приходится расплачиваться. Жестокая судьба не парится с вашими возможностями решить вопрос. Она не парится. Ей всё равно. Жестокая судьба приходит для того, чтобы поднять вас на другой уровень развития, потому что вы живёте вечно. Если сейчас вы закончите свою жизнь, то я вам могу рассказать, что будет дальше. Дальше вы попадёте в тело привидения. И будете в этом теле находиться столько, сколько нужно, для того, чтобы осознать свой неправильный поступок. Потом вы родитесь в следующей жизни с той же проблемой, которую вы сейчас имеете. То есть большие долги будут с самого рождения. Понимаете? То есть вы не решите вопрос с помощью избавления себя от этого тела, в котором вы сейчас находитесь, потому что вы живёте вечно. Я свидетель этого. Я могу вам точно сказать, что у меня буквально меньше двух недель назад ушла моя любимая тёща из жизни. И я сейчас занимаюсь тем, что помогаю ей двигаться дальше по своей жизни. Я вижу полностью, как идёт она по судьбе, куда она попала сейчас, что дальше с ней будет. Господь мне всё это открывает. И каждый человек имеет психическое тело, и почувствовать это психическое тело можно везде, где бы оно ни было. Это несложно сделать, если ты эту науку знаешь, как это сделать. Потому что мы связаны психикой друг с другом, на расстоянии можем взаимодействовать. И поэтому самоубийство — не решение вопросов. Я вам расскажу один случай, который произошёл у меня в Алма-Ате. Одна женщина подошла ко мне и говорит, я руководитель крупной компании. Мой друг, вернее, как друг, не друг, но просто один человек, которого я хорошо знаю в этой бизнес-среде, дал большие деньги взаймы на развитие проекта. Я прогорел. Ну то есть меня обманули, там что-то получилось, деньги потеряны. Он мне сказал, возвращай деньги, иначе у тебя есть два варианта. Или сядешь в тюрьму, или вообще ещё что-то с тобой может произойти нехорошее. А у неё нет возможности вернуть эти деньги. У неё нет даже капитала на это всё. Просто слишком большие деньги получились. Вот. Я ей говорю, вот вы сдайте свою судьбу сначала, решите вопрос, начните молиться Богу, обретите в Него веру, устойчивость в отношениях с Богом, обретите. А дальше Он уже будет помогать вам решать вопрос. Она говорит, что мне делать? Я говорю, надо просто молиться и пройти вот эти три стадии победы над судьбой. Первое — спокойствие в сердце. Второе — знание, что делать. И третье — уже начинается сама победа. Вот. Есть семинары у меня по победе над судьбой. Там это описано. Эти стадии, как молиться, как чего делать, всё это есть. Она начала эту деятельность, и когда мы в следующий раз с ней поговорили, начали говорить на эту тему, то она сказала, я, похоже, знаю, что мне делать. И я ей ответил, что я похожа тоже. И когда мы синхронизировались с ней, то оказалось, у нас одинаковая идея. Я задал один вопрос. Деятельность вашего человека знакомого похожа на вашу? Она говорит, да. Ну, как бы, она похожа. Я говорю, вам надо предложить ему свои услуги в управлении, части его деятельности. И большую часть зарплаты ему отдавать на погашение долга. И если он согласится, то это будет решение вопроса. Потому что у вас будет стабильная жизненная ситуация, будете небольшую зарплату получать, спромненько жить и избавляться от своей ошибки жизни, которую вы совершили. Она согласилась. И этот человек согласился. История закончилась через год очень шикарно. То есть женщина сильно подняла бизнес этому человеку. Он настолько благодарен был, что простил ей долг, купил ей квартиру и очень сердечно попросил ее оставаться у него в фирме и продолжать вести его дела. Так закончилась эта история, которая была абсолютно патовой. Понимаете? Поэтому сейчас ответ на ваш вопрос лежит в плоскости отношений с Богом. Потому что именно Он все здесь решает. И так как вы немножко зарылись, вспомните себя год назад, как вы наслаждались жизнью, как вам было хорошо, как все было успешно. И это называется первое время шучумы. Когда человек не развивается как Личность, он потихоньку падает, то Бог ему помогает вернуться назад. Потому что вы духовный человек. Понимаете? Вам надо глубже смотреть на мир, развиваться. У вас идет процесс развития Личности очень глубокий. А вы сильно погрузились в наслаждении роскошью и деньгами и так далее. И отравили свое сознание. Сейчас Господь вас учит. Я не вижу в вашей жизни полного аута. Я вижу только полтора года тяжелой жизненной ситуации, которая закончится, если вы зайдите в свой экзамен. решение находится в сфере молитвы и ваших отношений с теми людьми, которые вы должны. Во-первых, вы должны им начать отдавать, хотя бы по чуть-чуть. Во-вторых, вы должны по-доброму со всеми себя вести и честно, не обманывать, не уходить от выплат и так далее. То есть, если вы стабилизируете ситуацию своей честности, то тогда они все успокоятся. И через полтора года Бог вам даст возможности, потому что такие возможности взлетать на инвестиции у вас есть. Вы это проверили, два года назад у вас были хорошие результаты, вы все знаете, как это работает. Просто сейчас вы проходите свои испытания. Пройдете их, разобьетесь, и Бог вам поможет выкрываться. Вы не останетесь на всю жизнь в долгах, все, не волнуйтесь. сдавайте свои экзамены. Спасибо большое. Спасибо. Вы же знаете, что весь вопрос решается всего одним человеком, который вам поверит, и который будет иметь большие возможности в жизни. И если такой человек появится, то все ваши вопросы решатся за один день. И такой человек появится, но не сейчас. Сдавайте сейчас свои экзамены в отношении с Богом. Хорошо. Все так хотите спросить. Ну вот, девушка, давай с вами попробуем. Да, вот, на втором рюкете. добрый геймир, здравствуйте. Я хотела сказать спасибо для вчерашнего ретриста. Да, кстати, насчет ретрита, как вам вчера лепит. Да, второй раз была именно на живом ретрите, обычно не было дома. Давайте я немножко о ретрите скажу, потом с вами продолжу. Это самое главное время в жизни. Вот эти ретриты нужны для того, чтобы вы научились фиксировать свою память на Боге. Я вчера очень был сосредоточен, мне Бог помогал, концентрация была очень сильная, в зале тоже в целом вытренированный, уже многие люди много раз были на ретритах, и в целом атмосфера всё время становится всё сильнее. Вчера была сильная атмосфера, она была чистая, спокойная, ясная такая, погружение очень сильное было. И я также чувствовал из онлайна тоже, люди очень сильно включались, помогали. Поэтому вчера всё было очень мощно. Ну такой Харландин из самых сильных ретритов. Он был спокойным, чистым таким. Если вы не отвлекались, думали только о Боге, то вы очень хороший, глубокий опыт получили победе над судьбой. Большинство людей не знают, с чем они имеют дело во время этих ретритов. Если обезьянке дать золотую монету, то ей очень понравится, она будет очень красивая. Обезьянка будет её рассматривать, ей будет нравиться. Но что именно это обозначает, она не знает. Так и человек, когда имеет дело с молитвой, он чувствует такую, как-то как хорошо, так приятно, так очень, так как-то светло внутри. Но насколько сильно это меняет судьбу, насколько это даёт большие возможности в развитии, вот такие вещи. Человеку очень трудно понять, потому что мы с энергией Бога, как обезьянки, когда с ней соприкасаемся, мы фактически не понимаем её силы. Я, например, понимал, когда я видел, как эта энергия, которую вырабатывает весь зал, я, как бы, каждый человек может ей воспользоваться в полной степени. Я пытался помочь своей тёще. Помощь была колоссальная, то есть очень сильное воздействие, влияние на её жизнь было. Потом я начал пытаться влиять, помогать с этой ситуацией, которая сейчас находится у нас в стране, что идёт военные действия, и надо приближать, как бы, нашу жизнь к миру. Все же этого хотят. Я тоже об этом молился. И тоже видел, как это движется вперёд. Помощь идёт тоже от молитвы в эту сторону. Ну, то есть, очень классно, когда мы собираемся, вот мы так молимся вместе. Это очень сильно помогает нам всем в нашей жизни. Это то, что я хотел вам по поводу нашего вчерашнего ретрита сказать. Кто из вас почувствовал сильное вдохновение в сердце, такие вот ощущения глубокие? Хорошо. А кто из вас был на ретрите вчера? Ага, это разная аудитория, смотри. Те, кто были сегодня, не пришли. Хорошо, ладно. Ваш вопрос? А, вопросов нет. Я хотела поблагодарить. И знаете, что хотелось бы заметить? На слове вот Алиру, я бы уже поделили его на две части, да? Алиру, вот вы говорили, что надо... Это условное деление такое слово. Ну, глубоко слышать и вслушиваться, и проникать в голос тех, кто молится. Там, кстати, ты любит. Бог. А вот. И на «я» мы отдаем свою любовь и благодарность Богу. И вот в этот раз, вчера как раз на ретрите, я для себя поняла, что как-то по-другому ощутила ваше объяснение. То есть до этого как-то не могла сосредоточиться. И у меня все время куда-то мысли улетали, свои проблемы, чужие проблемы постоянно кто-то в голове появлялся. А сейчас, вот, и сказали как-то по-другому, сумели меня донести, не знаю, как выцелиться, другими людьми. Но, чтобы к первой части именно привязаться, я прямо вот ничего не пропускала, ни единой минуты. Я прямо привязывалась, как могу, вот, прям держалась в него. А вторая часть прямо отдавала. То есть вообще, кто-то прилетал, и я вот так... Идет, ну, там, не мешает мне. То есть вторая концентрация была сильнейшая, хотя я не профессионал, второй раз всего, а так на самом деле дома. И на самом деле, это настолько вы как-то так донесли, ну, для меня лично. У нас здесь НХЛ, то есть у нас только профессионалы собираются. Все остальные тоже становятся профессионалами за временем. Это шутка, ладно, так и слово подоправить спешно. Ладно. Я прошу прощения. Вот, и еще второе, момент, который я заметила, что обычно я не могла до вас дотянуть вот этот вот вдох, выдох, а вот это мы дали. А у меня получили, здесь стоит просто. Нет, нет, обычно я не могла. А теперь вот такое ощущение, что вот вы, ну, меня простите, пожалуйста, если вы переставите, может быть, ощущение было, я не знаю, а вот... Может быть, у меня дыхательные способности уменьшились. Вот, ощущение было, что вы очень много энергии ей отдали, но у меня такое, я вам, говорит, не права. И поэтому я послабее, да, произносила? Все, чтобы вот как-то вот прямо из последних сил, вот все равно отдавали. И я почему взяла... Я из последних сил вчера проводился. И графон взяла, потому что мне очень хочется, вы всем, как бы, наверное, все почувствовали, что вот Олег Инатьевич нам всегда отдают из последних сил. Хочется, чтобы мы ему отдавали. Вот, хочется вам вернуть, так же самое. Спасибо. Спасибо, конечно, вам за то, что вы сказали, но у меня жизненная ситуация была очень сложная. Потому что была длительная поездка, и я, когда приехал домой, я думал, вот сейчас я отдохну. И через пять минут после того, как я зашел, я узнал это известие. И поэтому, конечно, половина времени, как минимум, я был просто в жутком напряжении. Однозначно, что я восстановился меньше, чем обычно во время отдыха. У меня жизнь не по плану пошла. Но я не чувствую, благодаря тем практикам, которые я делаю, я не чувствую, что я истощен. Сил хватает. Вчера была очень мощная практика, я чувствовал вдохновение, силы. Обычно, когда сил не хватает, я выдыхаюсь. Потом, в конце, когда меня начинает душить после лекции, но я смотрю, я разговаривал с людьми, меня торопили мои помощники, чтобы я уходил. Тут уже все забеспокоились, а у меня нормально, еще хватало чуть-чуть сил, чтобы поговорить с людьми. Поэтому, я думаю, все нормально. Я как бы выживаю. Все хорошо, не волнуйтесь. Посмотрите, мои хорошие, я вам хочу сказать такую вещь. Часто меня спрашивают о каких-то личных вещах, задают вопросы. Это вопросы некорректные, потому что я старший, и вы должны вести себя корректно по отношению ко мне, иначе это будет оскорбление. Например, вы не должны спрашивать, а какая у вас интимная жизнь с женой? Или плакали, или вы не плакали, когда умер близкий человек. Это не тактичные вопросы по отношению к старшему. Такие вопросы вы больше должны и должны мне задавать никогда, потому что мне хочется сразу выйти из этого зала, и дальше ничего не рассказывать. Хорошо? Договорились? Правильно, все нормально, он говорит, все хорошо. Ведь не имеет значения, какие у меня эмоции были в этом плане. Я вам рассказал вчера о том, что я глубоко убежден, и вижу, как это работает, что когда уходит близкий человек, человек должен своё сердце держать в силе, радости и желании отдавать, помогать, а не в слабости, в соплях и разрушениях. Понимаете, когда приходит жестокая судьба, она требует от нас подвига, а не соплей. И я видел, когда мы ломались с женой, ей становилось хуже в это время. Но когда мы сильно действовали, молились, вели себя очень сильно, смело, отважно выполняли свои обязанности перед старшими, то она ликовала, и ей становилось всё лучше, и сильнее, и радостно. Вот такой ответ. Понятно? Вот и учитесь, если вы так как бы поняли ответ, вот учитесь действовать именно так. А справлялся я или нет — это моя жизнь. Если вы видите меня сломанным, можете выйти из лекционного зала. Если видите, что я держусь, оставайтесь.